Всем привет! Сейчас я вам расскажу по-быстренькому про игру, в которую мы играли уже сегодня второй раз. Уже немножко изменив ее. Итак, использовали мы для нее карточки из моего пособия, первоклассные слова. Здесь у нас есть взрослые человечки, папа, мама, баба, деда, тетя, дядя и много-много-много детишек. Вот. Здесь у детишек есть имена, можно к этим именам не привязываться, как в нашем случае. Например, мы не обращали внимания на то, как зовут их, а называли просто мальчик-девочка. Кстати, слова мальчик-девочка для автоматизации ч тоже очень хорошо можно использовать на этих карточках, потому что их здесь очень много. Вот. И нам понадобились всякие разные игрушечки. И вообще вот у меня нашлось, вот я поговорялась в двух кармах, нашла всякие разные предметы, маленькие, которые являются, так скажем, функциональными. То есть я специально поискала то, про что можно сказать какой-то глагол, то есть предмет, с которым мы можем что-то делать. То есть какой-то прям вот точный глагол там вот можно использовать. Играть в футбол, поливать цветы, кататься на скейте, взвешиваться, причесываться. Ну или какие-либо другие. Здесь, получается, вы можете подбирать то, что под ваши нужды подходит. Можно использовать, в принципе, вместо предметов каких-то игрушечек, можно использовать наши фигурки, подобрав тоже те, которые вот как раз вот больше подойдут. Потому что там тоже есть и книжка, и лейка, и лопата, лестница, там чего только нет, на самом деле реально тоже можно подобрать. Вот, в этот раз мы играли с игрушечками, потому что тоже детям интересно бывает и поиграть и в картинки, и в фигурочки, и в настоящие вот, как бы, такие вот объемные настоящие игрушки, которые тоже для разнообразия мы использовали. Итак, то есть, здесь мы все смешали, и у нас с одной стороны картинки, персонажи в виде картинок, а предметы настоящие. А, вот, хотела я вам показать, вот она эта папка, здесь много-много-много-много картиночек. Еще к ней же прилагается вторая папка с раскрасками. Так, и что? И все, мы им все раздавали. То есть, допустим, даем какой-то предмет там кому-то, папе можно прям и собаку дать, у него там собаку, еще можно и дать ему собаку. Ага, что делает папа? И говорим фразой. Расскажи. Чтобы ребенок вам ответил фразой, нужно правильно задавать вопрос. Не, что делает папа, а именно, расскажи, что делает папа, расскажи. Или, что происходит? Папа гуляет с собакой. Маме дали, допустим, расческу. Мама расчесывается. Бабушка стирает свитер. Тетя играет на гитаре. Девочка играет на трубе. Мальчик пьет сок. Мальчик катается на скейте. И так далее. То есть, сначала, здесь вот, получается, мы это используем в настоящем времени. И здесь вот, то есть, можно внедрить те цели, которые вам нужны. Допустим, отработка как таковой вот фразы, глаголов, расширение словарного запаса и все такое. Ну, или, допустим, автоматизация каких-то звуков, если вы подберете слова подходящие. Если вы, допустим, мальчик, девочка, тоже хорошо. И заодно, допустим, если вы автоматизируете звук ч. А потом мы это все разложили на столе. То есть, вот они там все были с этими предметами. Все якобы там что-то делали. А потом мы представили, что уже все, наступил следующий день. Все, завтра. И, соответственно, мы уже говорим, что они делали вчера. И все то же самое проговариваем, но уже в прошедшем времени. Чем хорошо прошедшее время использовать? Тем, что здесь у нас уже добавляются, во-первых, личные окончания, с которыми вы можете как раз отдифференцировать окончания мужского рода и женского рода. То есть, тогда уже у нас папа гулял с собакой, а мама причесывалась. Если, может, собака у вас уже у мамы, то тогда мама гуляла с собакой. Вот. У детей с общим недоразвитимой речи, сами понимаете, это вот все может сильно страдать. Даже тогда, когда они уже говорят, то все равно долго могут оставаться ошибки в употреблении рода. И, соответственно, с мальчиками и девочками то же самое. Что он там катался, играл или играла, поливал, поливала. Вот. И, соответственно, еще в этих личных окончаниях у нас звук Л. То есть, его тоже в таких играх можно автоматизировать очень-очень-очень хорошо, потому что здесь много раз вы проговорите эти окончания, эти слова. Соответственно, здесь у нас получается Л в конце слова. Все. Если вам это нужно, пожалуйста. Ну, если не нужно, соответственно, вы берете тогда уже или ту лексику, которая вам нужна, или вот формируете это задание под те задачи, которые вам подходят. Вот. И, кстати, по поводу вчера самого слова, оно тоже удобное нам оказалось. Мы в самом этом даже слове тоже автоматизируемые звуки проговорили во время этой игры, получается, много раз. Вчера здесь и Ч есть, и Р есть. Очень хорошее слово. Оба звука здесь, получается, в такой хорошей позиции. Все отлично. Вот. Еще по поводу слова «вчера». Категория времени – это тоже. То есть, если мы эту всю ситуацию проговорили, ага, это вот уже было. Все, у нас наступил следующий день, а это было. Что было вчера? Было. Ну, категория времени вообще очень сложная для детей, и поэтому здесь вот это вот все тоже хорошо. Вот еще вот в играх прям вот по-настоящему как бы обыграть и рассказать, как же это все-таки не будет потом, а именно было вчера, 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 вчера. Все, все равно уже у ребенка это вот все прямо в игре произойдет понимание вообще, когда это вчера. Вот. Ну, вот так. Вот очень простая игра. Еще раз вот покажу вам. Вот первоклассные слова. Вот они, эти все детишки и взрослые. Помимо них еще там есть карточки с другими словами на первую слоговую структуру. Вот. То есть, их можно использовать не только для отработки слов в первой слоговой структуре, но и для всяких любых других игр, как персонажа. Вот. Все. Все.